Человек-чудак Всем привет! Ага, привет! Мы наказали не сдашь багаж. Скажи привет! Привет! И сегодня наш выпуск будет посвящен нашей прогулке по Тбилиси. Сегодня мы ходили в самое известное кафе Тбилиси, выпили газированной воды Лагидзе шоколадно-сливочным сиропом и поднялись на горы на Функулёре. На горы Давида. Поднялись на горы Давида на Функулёре, покатались на колесе обозрения, посмотрели на город и зашли в священную церковь, где похоронена мать Сталина. Пантеон называется. И где находится могила Грибоедова, его жены. И обо всем этом более подробно в нашем выпуске. А еще более подробно на нашем сайте. Тивстрипс.ру Мы приехали на Тбилисский фуникулёр. Одна из основных достопримечательностей. На вершине расположен Мтатсминда парк. Это парк развлечений, работающий с 1905 года. И там есть колесо обозрения, с которым открывается, как говорят, лучший вид на столицу Грузии. Будем проверять сейчас это. А вообще, если говорить о ценах, то вам нужно купить карточку за 2 лари, которую нельзя будет вернуть. Вы можете использовать в следующем году или отдать друзьям. А вот это, кстати, карта от метро. Все думают, что она тоже подойдет. Но это вам не Сингапур. Она здесь не подходит на все случаи жизни. Нужно оформлять другую карту. Вот такую синюю карту, по которой вы можете оплатить проезд на фуникулёре. Ну что, пойдем? Юточка, поехали на кабинке наверх. Поедешь? Да, наверх. Помнишь, ты хотела? Смотри, вон там верхняя станция красивая. А там мы поедем на колесе обозрения кататься. Поедешь? Поехали тогда. И 3 лари стоят подъем в одну сторону на человека. Этот фуникулёр работает с 2013 года, так как здесь было несколько сразу аварий. Здесь была канатная дорога, которая рухнула в 90-м году. Потом в 2000 году фуникулёр сломался, тоже трос порвался. В общем, все закрывалось, ремонтировалось. И вот в 2013 году открылся новый фуникулёр. А канатной дороги больше, к сожалению, нет. С 90-го года ее, в принципе, нет. Она в другом месте есть, мы туда чуть позже дойдем. На фуникулёре вы можете подняться на два уровня. Можно на средний, можно на самый высокий. Для начала мы поднялись на самый высокий уровень. Его высота 270 метров над уровнем в Тбилиси. И здесь находится парк аттракционов. Но, к сожалению, сейчас абсолютно все закрыто. Все. Ну, радуюсь, что здесь солнце и сосновые деревья, поэтому здесь просто приятно гулять. Сейчас будем искать красивые виды на город. Дистиночка, ну это все закрыто, видишь? Это ничего не работает сейчас. Это какой-то аквапарк, по всей видимости, летом. И хотя в парке сейчас все закрыто, то ради чего сюда мы пришли работать, это колесо обозрения. Всего за 5 ларис человека вы можете полюбоваться видом на весь Тбилиси. Да? Да, мы идем сюда скорее? Да. Только у нас Истинова немножко боится. Ты боишься? Да. Ну ничего страшного, мы идем. Мы же вместе не боимся, да? Ничего. Там останавливали, короче, карусель каждый раз, поэтому час катаешься, пока всех высадят. Здесь так тепло, это хорошо. Это вообще отличное место, да? Во время прогулок в Марте в Тбилиси. Здесь она тебе нравится? Да. Здесь хорошо, здесь еще с подогревом, эта кабинка, и вообще, сейчас на улице дубак такой. Да. Ну да, тепло. И еще покачивает так, здесь довольно так страшновато как-то, это все кряхтит. Чего? Ничего. Не боишься? Нет. Блин, я на самом деле сама так боюсь, если ты колесо обозрения. Нет, здесь бы просто холодно было, и очень ветрен. Блин, капец, здесь так кабинка раскачивается. Это задувает ветер очень сильно. Вы слышите этот звук? Господи. Действительно, как там? Покажись. Страшно? Нет. А красиво? Нет. Некрасиво. Аня, некрасиво? Ой, я не знаю, страшно на самом деле. Туда и обратно можно съездить на фенекюляре. Но мы решили сэкономить, поэтому в одну сторону мы поехали на фенекюляре, а обратно мы пошли пешком. Наверху в марте, по крайней мере, делать особо нечего. Только покататься на колесе обозрения, потому что все остальное было закрыто. А говорят, второй уровень, вот то, что находится посередине, самый красивый. Там находится старая церковь и могила Грибоедова. И поэтому мы идем пешком сейчас вот по такой лестнице. На самом деле идти вообще не сложно, но немножко страшно с ребенком, потому что я ничего не вижу, что находится по ногам. На полгода ты без всяких докторов Снова будешь весел и здоров Приходит время С юга птицы Вот эта вот церковь называется церковь Святого Давида. Церковь была здесь возведена лишь в конце 19 века, но Давид поселился здесь уже в шестом. А вот здесь вот расположены могилы великих людей Грузии. Снизу под нами могила Грибоедова. По легенде Давид – это монах, который пришел в Грузию с целью поддержания местных жителей христианской веры, построил здесь себе часовню в шестом веке. Все начиналось с могилы Грибоедова, и потом его жену здесь похоронили, грузинку, и потом понеслось. В общем, решили здесь хранить лучших людей Грузии. Но противники христианства решили погубить Давида и обвинили его в совращении незамужней женщины. Но на суде он доказал, что невиновен, а женщина родила камень. Давид молился о спасении души бедной женщины, и в результате вода, которая течет здесь из стен храма, священная. И вот здесь, видите, находится святой источник. Вот он, Давид. И она помогает просящим девушкам забеременеть. Каждый маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке есть по 200 грамм взрывчатки. И лимонад. Лимки с шоколадом. Вот, вот нам такой, пожалуйста. Два лимонада, и личный шоколад. Сейчас мы находимся в самом сердце Тбилиси, и мы зашли, просто случайно на самом деле, зашли в самую известную хачапурную под названием Аджарский хачапур, где можно также насладиться лимонадом. О, что это? Это самый известный лимонад в Грузии. Это лимонад, который выглядит как молочный коктейль. Это шоколадно-сливочный лимонад. Вообще, я не очень люблю лимонады, которые с молоком смешиваются. Поэтому я подожду хачапурю. Надеюсь, они будут для меня более вкусными. Я на самом деле не понимаю, почему этот лимонад с шоколадным сливочным сиропом настолько популярен в Грузии, у грузинов. Действительно, очень специфический вкус, и нам он не очень понравился. Потому что мы ни разу его не пробовали, мы не привыкли. Если вы его будете пить каждый день, возможно, вы будете его любить. Вообще, здесь как-то чувствуется. В интерьере даже советское, да, что-то. Такое, как будто перенесся на 30 лет назад. И сидишь здесь такой, в СССР еще даже. За границей не надо выезжать. Приехал отдохнуть. Вкусно? Итак, нам наконец-то принесли наш хачапурю. Давайте я вам расскажу, как его нужно кушать. Вот смотрите, здесь сыр, здесь яйцо и масло. Выберем. Сначала вот так вот все перемешиваем. Вот так вот все перемешиваем. Так все перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Слюнки начинают течь уже, да? Ясночка. Вот. Берем дальше булочку. Отщипываем. О, она такая горячая прям. Господи, она такая ароматная, мы не передали. Давай быстрее уже есть, хорошо. Мотаем и кушаем. И просто получаем удовольствие. Так. Вот эта порция, это средняя порция, но поверьте, на одного это будет очень много. Итак, друзья, к сожалению, нет возможности больше снимать, потому что я очень хочу есть, я уже не могу больше так сидеть с камерой в руках. Так что извините, если что. Я понял, в чем минус этого заведения. Здесь не наливают вино. Я тоже в этом подумаю. И еще здесь нет Wi-Fi, хотя написано, что есть. Пожалуй, это было одно из самых вкусных блюд вообще за последние три месяца, наверное, учитывая Филиппины, потому что на Филиппинах не было вкусных блюд в принципе. Единственный минус этого заведения, что здесь не наливают вина, грузинского вина. Все, друзья, во всем остальном сюда можно прийти, взять Хачапури, насладиться советским духом Грузии, попробовать шоколадно-сливочный лимонад. В общем, мы рекомендуем это место для посещения, запомните его. За все, за пельмени, Хачапури, два лимонада мы потратили 14 лари. Это примерно 350 рублей. Спасибо большое, что посмотрели наш выпуск. Спасибо. Всем пока. Не забудьте подписаться и поставить лайк, нам будет приятно. Мы старались. Истиночка старалась, да? Истина, пока-пока скажешь? Пока. Пока-пока. Как-то так. Она не вывалится? Ты не вывалишься? Ты держишься? Ну там так просто не вывалишься, там все равно застрянешь. Смотрите, как мы наше видео снимали. Надо же Истину чем-то было завлечь. Так получилось. Ты вывалилась? Тебя наверх поднять? Давай, руки тогда. Ты молодец, что держалась. Держись за вот эти, смотри, вот за это. Держишься? Да. Не-не, вот за эти держись, чтобы не упасть. Ты как, хороший родитель? Конечно, видишь, как все идеально. Ребенок доволен. Мы снимаем видео. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»